Здравствуйте! Сегодня представляю MixX Германия. Это микс крем и экстра качество. Упаковка у него 60 кг. Сезон, лето. Состав женский, мужской. Аксессуаров здесь нет. Стоимость за килограмм 450 рублей. Стоимость мешка при этом. Себестоимость за одну единицу 90-100 рублей. Вот что я вижу. Смотрите, вот футболка мужская, она хорошего размера, без видимых следов из носа. Легкий свитер, женский, нью-лук, маленького размера, 44-го. Платьишко 44-го размера, туника обычная. Здесь вот мужские футболки, они новые, их несколько штук. Вот 2 S-ки, 3 S-ки и 3 L-ки. Джинсы мужские, дизель, 34-го размера, рост хороший. Джинсы мужские, да, рост хороший, размер 34-й. По сезону он лето. Вот рубашечка, маленького размера, женская. Футболка, вернее танковка, женская, большого размера. Платьишко трикотажное, маленького размера. Футболка, то есть он такой вот хороший, базовый микс для любого магазина. Причем при этом по очень выгодной цене он, конечно, неважнецкую упаковку имеет с виду. Из-за этого он кажется дешевым. На самом деле это вполне, вполне хорошие вещи, учитывая данную ситуацию на рынке. Очень важна цена. И в этом миксе есть все необходимое для торговли. То есть он и недорогой, он и без износа, без видимого. Даже если где-то попадается, это ничего страшного. Для такой цены грузка, размеры хорошие. Состав. Как обычно в Германии хорошие размеры, натуральные ткани, известные бренды. То есть это сильная сторона Германии. Вот, да, он мешок такой с виду, неважнецкий, но на самом деле вещи хорошие. Я вот могу так сказать, что эти вещи, они по своему качеству не уступают тем вещам, которые находятся, допустим, в креме. Может быть они, ну, поспокойнее, скажем так, по стилю, но с другой стороны они являются народными. И самое главное, недорогие. 80-100 рублей за одну единицу. Сезон все-таки это лето, ближе к лету. Много футболок. Это вот синтетика. Да, вот они мятые, но они без видимых следов износа. Ли Купер. У них хороший размер и хорошая ростовка. Очень важная для торговли. Это хорошая ветровка на весну. Платье КБшное. Рубашка изоина, женская, но размер 48. Рубашка мужская, эсприт. Вот тут даже джинбок есть. КБшный, мужской. Топ, нижнее белье. Трико. Чемпион. Ну, я бы сказала, что износ, конечно, видит. Но его купят, потому что он хорошего размера. Туника. КБшное платье, вернее, с запахом. Тонкий джемпер. Рубашка. Это джинсы. Но вот здесь вот явно есть дефект. Растяжка. То есть, я их кладу сюда. Рубашка мужская. Туника. Это утяжка-белье для коррекции фигуры. Летний жакет. Из ХБ. Танковка. Лузка. Жилет. Футболка. Футболка. Ночная рубашка. Флисовая кухотка мужская. Большого размера. Это кофта из ХБ. В народе принято называть такие разбитайками. Свитер тонкий. Женский. Туника. Футболка большого размера женская. Вот тоже рубашка хорошая, но она с пятнами. И мне кажется, что они не отстираются. А рубашка классная, да. Ну, может быть, ну, по распродаже такую вас мудро, даже для того, чтобы попробовать, отстираются или нет. Умника. Умника. Учитывая себестоимость этого товара, можно простить какие-то ребятушки, которые здесь присутствуют. ХБшное платье. Это шарф. Майка. Вот тоже спортивная майка с держателем, но на ней тоже пятна. Вроде бы хорошая вещь, но пятнами ее вот никто не любит. Значимость у нее меньше, чем у рубашки. Так, ХБшный большого размера. Кофточка. 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 Натуральный шелк. Блузка. Купальные кольцеры. Вторые. Это хэбэшный комбинезон для вето. Джинсы классический образец. Кладу сюда классический образец красного цвета. Белые джинсы Хьюго Босс. Шорты. Шорты трикотажные. Здесь у них дефект, какая-то помарка, но я думаю, что это отстирается. Бизгальтер. Это купальник. Тоже купальник. То есть к такому миксу, чтобы порадовать клиентов, можно добавить в маленький мешок чего-то дорогого. В целом это очень хорошие базовые вещи. По такой тене. Это купальник. Топ. КВ-шная юбка. Это халат. Сарафан. Джинсовый. Спортивная майка. Вот еще одна такая футболка, как были в начале. Купальник. Ее. Шорты. Продажа не пойдет. То есть все, что я вижу, вот эти хорошие джинсы. Платинка Б. Купальник. Еще один купальник. Купальники, кстати, хорошие, без дефектов. Это шапочка для лыжников. Катоновый свитер. Шорты. С этим товаром, условно, нужно поработать. То есть, возможно, где-то его постирать, где-то подглавить. Если его продавать дорого. Если его продавать недорого, то люди и так растут. Мне кажется, потому что хорошие базовые вещи, хорошее качество, хорошие размеры. Джинсовый жакет. Женский, большого размера. Это платье, плен. Лисовый жакет. Здесь слабый низ, я бы сказала. Буквально вот двое джинсов были, которые нормальные. А так, а верхушки все хорошие. Пальто. Полупальто. КБ-штукала. Мужской, большого размера. Плавательные трусы, мужские. Юбка. Вот примерно в таком духе я показала уже половину мешка. Примерно вот так и будет. Это Микс Икс. Спасибо. Продолжение следует. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...